Господин посол, между Россией и Боливией не просто хорошие, тесные отношения, я бы сказала, дружеские отношения. И 3 октября, наконец-то, произойдет событие, будут отменены визы. Вот что это даст, скажем так, в экономической, в туристической сфере для наших стран. Екатерина, я хотел бы поблагодарить вас за вопрос. Я хотел бы отметить, что Боливия была последней страной, с которой Россия в Латинской Америке подписала безвизовое соглашение. И также хотел бы отметить, что по данным посольства Боливии, каждый день посещают российских туристов 6-7 человек в день. И в среднем это 2000 человек в год. Однако они не едут напрямую познакомиться с Боливией, они ее посещают совместно в рамках туристических путешествий по соседним странам, таким как Аргентина, Бразилия, Перу. А что делается для привлечения туристов? Вот если я, например, хочу посетить только Боливию, не хочу посещать ни Перу, ни Чили, хочу посетить только Боливию. Чем меня будете удивлять и привлекать? Боливия обладает особенностью, которую в Латинской Америке невозможно найти в других странах, природным разнообразием от зоны Альтиплано в горах, дальше идут долины, предгорья и также зона Амазонки. Чем встречать будете? Вот в Россию приезжаете, традиционный русский напиток водка. Кстати, успели попробовать? Но если сравнивать русскую водку и боливийскую водку, сильнее, да? Я хотела бы отметить, что каждый из 36 народов Боливии имеет свои традиции, также по встрече гостей. Например, если вы будете в Ла-Пасе, то вас обязательно угостят чаем из коки. Вы должны знать, что листья коки – это относится к культуре андийских народов, и это абсолютно натуральный продукт. Также все витамины, которые в нем есть, помогают людям справиться с проблемами со здоровьем, которые возникают на высокогорье. Тема очень интересная – про листья коки. Если мы встречаем гостей, в первую очередь мы дадим человеку лист коки в знак благодарности, в знак уважения. И человек может его принять, может отказаться принять его, но самое главное – это проявить для нас уважение. Также наиболее древние традиции, касаемые свадьбы, если молодой человек хочет просить руки своей возлюбленной у ее родителей, он в первую очередь вручает им коку. И это тоже будет знак уважения к родителям и к семье своей возлюбленной. Хорошо, вы мне даете лист коки, я его принимаю, что дальше делать? Например, вы можете пить, заварить чай из листьев коки, потому что листья коки абсолютно натуральные, содержат в себе множество витаминов. Также их можно использовать в качестве анестетиков. Если, например, у вас болит живот или голова, то вас это избавит от боли. Также в Боливии сейчас занимается индустриализацией листьев коки, чтобы именно использовать ее в медицинских целях. Это будет использовано как в больницах в Боливии, также мы планируем это экспортировать в Европу, в Испанию, например. Господин посол, меня интересует сотрудничество между Россией и Боливией. Вот в каких еще областях, кроме туристической? Между Россией и Боливией существует план по развитию сотрудничества между нашими странами, который касается различных сфер международного сотрудничества, таких как политическое, экономическое, высокие технологии, наука, военное сотрудничество, культурный обмен между странами, образование, здравоохранение и многие другие. Например, мы хотели бы отметить совместную работу с компанией Росатом по строительству атомного центра в Боливии, который позволит существенных высот достичь в развитии как медицины, так и принести множество других экономических благ в Боливию. Также я хотела бы отметить, что мы продолжаем сотрудничество в сфере нефти и газа. Президент России получил от нас приглашение на форум стран-экспортеров газа, который пройдет в Санта-Кросс. У тебя есть какая-то вообще статистика? Сколько бизнесменов из России находится в Боливии? В данный момент я не готов вам предоставить точные цифры, сколько конкретно бизнесменов работает именно в Боливии. Однако, хотел бы привести пример сотрудничества с государственными компаниями, такими как Газпром, Росатом, Камаз, которые реализуют свою деятельность в Боливии или некоторые другие частные компании, такие как силовые машины, которые очень известны в Латинской Америке. Также там работают множество других частных фирм. И наоборот, у боливийских бизнесменов есть интерес к российскому рынку? Да, безусловно, боливийцы и боливийские компании имеют большой интерес в работе в России. Особенно Боливия обладает большим экономическим потенциалом и имеет множество продуктов, которые мы хотели бы экспортировать в Россию. Например, это касается тропических фруктов, сока из лимона, ананасы, каштаны, какао-масла. Также мы делаем прекрасную водку из винограда в Сингане. Мы обладаем хорошими качественными изделиями из древесины. Можем также поставлять сюда двери, окна, мебель или первичные продукты. Качественные текстильные изделия из хлопка. Господин Посолок, при нашем первом неофициальном канале существует деловой совет, где как раз власть может напрямую общаться с бизнесом. И я, конечно, хотела бы, чтобы вы стали гостем нашего делового совета, встретились с бизнесменами, рассказали о проблемах в Боливии, о ситуации в Боливии. Российские бизнесмены расскажут вам о чем-то. Я считаю, что данное направление сотрудничества с вами в данном совете очень важно для Боливии, чтобы мы могли открыть эту дорогу для боливийских товаров, для нашего дальнейшего сотрудничества между нашими странами. И я считаю, что это принесет пользу моему народу, боливийцам. И я согласен участвовать. У нас действительно очень хорошие отношения, тесные и в экономической сфере, и политической. Ваш президент Эво Моралес официально признал Крым территорией России. Мы чувствуем вашу поддержку. И я думаю, что у нас действительно складываются все более-более тесные отношения. Я хотела бы отметить, что президент нашей страны, Моралес, лично отметит для меня, что Россия для нас стратегический партнер, такой же, как, например, Китай, чтобы мы могли привозить сюда наши боливийские товары, и также Россия могла нам помочь с технологиями. Господин посол, спасибо за интересный разговор. Я также со своей стороны хотел бы поблагодарить вас за этот разговор, за это интересное интервью. Также я хотела бы отметить, что двери посольства всегда для вас открыты. Я надеюсь, что это не последний раз происходит наша встреча с вами. Уверена, что увидимся очень-очень скоро.